В эфире программа «То, что доктор прописал». Меня зовут Наталья Башаримова. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня в программе мы будем говорить об артериальной гипертензии, о ее симптомах, о ее причинах, о лечении и, конечно, о профилактике. Я знакомлю вас с гостем программы Наталья Владимировна Северина, заместитель главного врача по кардиотерапевтической помощи Могилевского областного лечебно-диагностического центра, главный внештатный специалист по кардиологии Могилевской области. Наталья Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Сегодня мы будем говорить об артериальном давлении, о повышенном, пониженном, о нормальном. Но в начале программы давайте мы все-таки скажем всем нашим телезрителям, почему так важно следить за состоянием своего давления. Ну, я бы переначала немножко вопрос, почему так важно вообще следить за своим здоровьем. Ой, согласна. Потому что артериальная гипертензия – это, в принципе, частный случай изменения состояния здоровья, отличного от нормального. Ну, а здоровье – это самое… то, что нам дается крайне дешево, а в случае его катастрофы стоит очень дорого. Поэтому сохранение собственного здоровья является личной задачей каждого гражданина. Ну, а то, что касается артериальной гипертензии, в частности, это такой своеобразный синдром, который характеризуется повышенным артериальным давлением. И распространенность артериальной гипертензии в развитых странах достаточно высока. То есть в возрасте, начиная с 40 лет, распространенность составляет порядка 20-25%. Причем жители крупных городов страдают этим заболеванием чаще, чем жители сельской местности. Существует некоторое гендерное неравенство в плане мужчин и женщин, но разница не столь высока. Если брать по мировым данным, то для женщин это порядка 41%, для мужчин порядка 39%. Да, разница небольшая, Наталья Владимировна. То есть это действительно заблуждение, что это чисто женское заболевание. Вот давление это только женщин. Да, и складывается это, скорее всего, из-за того, что мужчину характерно более халатное отношение к своему здоровью. И в этом выражается и разница об информированности о наличии артериальной гипертензии у себя, разница в том, как человек лечится, то есть принимает он лекарства, не принимает, и в так называемой приверженности или комплаентность. Или и в том же время, как человек лечится, как он достигает целевых значений артериального давления и как он способствует уменьшению сердечно-сосудистого риска. Потому что, начиная с уровня давления 115 на 75, у лиц старше 40 лет, вот в возрастной группе 40-80, каждое повышение на 20 единиц систолического и на 10 единиц диастолического давления приводит к двукратному увеличению риска развития инфарктов и инсультов. То есть мы уже с вами озвучиваем цифры верхнего и нижнего давления, как вы говорите, систолическое, дистолическое. То есть это такой медицинский термин. Но мы будем... Давайте мы в программе верхнее, нижнее, да, чтобы уже понятно было всем. И вот давайте мы как раз-таки поговорим, что означают цифры верхнего, что означают цифры нижнего, о нормальном и повышенном, чуть-чуть повышенном давлении, более подробно для наших телезрителей. Ну, для того, чтобы было понятно, это мировая классификация, которая придерживается во всех странах мира. Это и американские ассоциации, это и европейские ассоциации по артериальной гипертензии. И хочу выделить это, что существует именно ассоциация артериальной гипертензии. То есть это лишний раз подчеркивает именно значимость данной проблемы. Европейская ассоциация, американская ассоциация сердца и артериального давления, артериальной гипертензии. То, что касается уровня давления, нормальным давлением считается уровень от 120 на 80 до 140 на 90. Все, что выше 140 на 90, мы уже относим к повышенному артериальному давлению. То, что касается верхнего и нижнего давления, мы все прекрасно знаем из курса школьного, курса анатомии, как сокращается сердце, как оно работает. То есть сердце – это насос, который перекачивает кровь по органам и системам, и тем самым обеспечивая питание, жизнедеятельность. Сердечный выброс – это, по сути дела, верхнее давление, грубо можно так назовется. Диастыло сердца, когда сердце не сокращается, это нижнее давление. Что влияет на величину давления артериального? Вот что влияет, и что влияет на резкое повышение? Чисто анатомически, физиологически это влияет. Ударный объем, то есть то, что сердце выбрасывает в момент систола. Влияет общее периферическое сопротивление сосудов, то есть насколько сосуды находятся в расслабленном или, наоборот, в спазмированном состоянии. И, конечно же, объем циркулирующей крови. А уже что касается факторов, которые могут способствовать внезапному повышению артериального давления, конечно, здесь могут быть чисто индивидуальные факторы. То есть это психоэмоциональное перенапряжение, то есть это может быть физические, чрезмерные физические усилия. Хотя, в принципе, любая физическая нагрузка должна сопровождаться увеличением артериального давления, но это увеличение будет кратковременно, на момент нагрузки. А потом оно должно вернуться в норму. Да, в течение определенного времени, 5-7 минут, оно должно вернуться в норму. Это нормальная реакция организма на какие-то стрессовые ситуации, будь то физические, будь то эмоциональные. Ну, а у больных людей вот именно нормализация давления, вот скорость нормализации давления, либо он вообще может не нормализовываться после устранения фактора. Вот с этим, конечно, дальше начинаются проблемы. Наталья Владимировна, сегодня очень многие, очень многие жалуются на погоду, как ни странно. Говорят, вот тут дождь, вот тут 29, вот тут 24, и у меня сразу же давление, что мне делать? Вот как зависит ли артериальное давление, ну и, наверное, особенно у людей в возрасте, после 40, будем говорить? Однозначного ответа, конечно, на этот вопрос не существует, но есть ряд людей, которые отличаются повышенной метеочувствительностью. Да, да, вот, наверное, они. Да, то есть те люди, которые замечают перепады атмосферного давления, влажность, перепады температуры, по сути дела, это такой своеобразный дезаптационный синдром. То есть организм не может приспособиться к изменяющимся условиям среды. Поэтому, конечно, таким людям сложно что-то советовать в плане каких-то профилактических мероприятий. Но, может быть, такой общей рекомендацией может служить это достаточно физическая активность, потому что физическая активность для человека, страдающего любым сердечно-сосудистым заболеванием, это своеобразный метод лечения, потому что способствует он нормализации работы органов и систем. То есть это своеобразная такая немедикаментозная коррекция всех проблем сердечно-сосудистых. Наталья Владимировна, Вы сказали о нормальном давлении, да, отметочках, и чуть повышенной, это когда уже 140 и больше обращать внимание, а вот возраст. Очень многие говорят, я уже в возрасте, у меня 145, это вообще норма. И отстаньте от меня, не буду я глотать таблетки. Тоже заблуждение, которое встречается очень часто, вопрос такой часто задают. И возрастных, скажем так, норм не существует. Есть определенные возрастные нормы для детей, для людей уже взрослых. Это норма вот то, что я озвучила. 120, 80, 140, 90. Ну, есть определенные нюансы для лиц старше 80 лет. Ну, здесь я уже думаю, что я не буду это озвучивать. Да, это уже индивидуально. Это уже на приеме у доктора, можно выяснить все, и доктор все объяснит. А так не нужно ссылаться на возраст. Абсолютно. Нужно прислушиваться к доктору и принимать все препараты, которые он назначает, и, в общем-то, следить за своим здоровьем. Наталья Владимировна, мы обязательно продолжим. Сейчас мы в программе посмотрим сюжет, снятый по нашей сегодняшней теме, ну, а затем еще очень много вопросов. Смотрим. Состояние, когда давление стабильно ниже 100 на 60, называют гипотонией. У спортсменов и людей, которые проживают в горной местности, гипотония физиологическая. А вот у пациентов молодого возраста часто встречается первичная патологическая форма. Первичная, так называемая, нейроциркуляторная астения – это заболевание, связанное с нарушением функции сосудодвигательного центра головного мозга, которое обычно нарушается при стрессовых ситуациях, при бессоннице, при тревогах. И патологическая, так называемая, вторичная гипотония, которая связана как проявление одного из симптомов других заболеваний, например, при язвенной болезни, при эндокринных патологиях. Физиологическая гипотония, говорят специалисты, протекает бессимптомно и, по сути, не требует лечения. Первичная патологическая чаще встречается у женщин и подростков, и здесь нужно внимательно следить за своим здоровьем. Если симптоматики приводят, допустим, к обморокам, предоблочным состояниям, то необходимо назначать либо медикаментозное, либо немедикаментозное лечение. Среди немедикаментозных методов лечения рекомендуется достаточный хороший сон, то есть не менее 8 часов в сутки, и физические нагрузки, то есть это, называемые так, динамические, чтобы были задействованы все группы мышц, и ежедневно по 30 минут в день. При физических нагрузках должны быть задействованы все группы мышц. Для людей, страдающих пониженным давлением, хорошо подойдут ходьба, езда на велосипеде, плавание, новая веяние, скандинавская ходьба, которая дает необходимую динамическую нагрузку. Но чтобы улучшить общее состояние, пациенту необходимо подобрать комплексное лечение с обследованиями и консультациями кардиолога, невролога, эндокринолога. Обязателен правильный распорядок дня и сбалансированное питание с большим количеством овощей и фруктов. И еще один совет от кардиолога. Когда жара, у человека повышается потоотделение, то есть сосуды расширяются, и само по себе давление снижается. Во время жары, особенно лицам, которые склонны к предноборочным, обморочным состояниям, то есть нужно находиться вне жарких условий, то есть где-то большую потенечку, и употреблять достаточное количество жидкости, чтобы не уменьшать объем циркулирующей крови. Ну вот тоже мы посмотрели с нашими телезрителями сюжет, все правильно, все верно. Я говорю, можно каждую рекомендацию доктора просто себе в блокнотик записывать и обязательно ее пользоваться для профилактики, чтобы вот это повышенное артериальное давление не перешло в заболевание, которое уже и требует лечения. Татьяна Лазиновна, вот о заболевании артериальная гипертензия. Насколько это сложно уже? Заболевания мы считаем именно истинной, эссенциальной гипертензией. Я не буду касаться симптоматической гипертензии, которые развиваются при другой патологии. То есть патология эндокринной системы, патология нервной системы, масса других заболеваний, которые могут сопровождаться повышенным давлением. Это мы считаем симптоматическим. А истинная социальная артериальная гипертензия – это заболевание многофакторное. И сказать, что послужило в каждом конкретном случае развитие артериальной гипертензии, мы, конечно, не можем. Есть, конечно, способствующие факторы. В основном, конечно, это наследственность. То есть мы наследуем от мамы с папой определенный набор генов, который при определенных условиях может экспрессироваться. А так, конечно, в связи с тем, что люди ведут малоподвижный образ жизни, не совсем следят за своим питанием, испытывают постоянные стрессы, о чем свидетельствует более высокое заболевание людей, проживающих в крупных промышленных городах. Соответственно, отсюда выскакивают у нас профилактические мероприятия. Диагноз артериальной гипертензии по классификации всемирной. Мы выставляем сейчас степень артериальной гипертензии и риск. То есть диагноз может, допустим, звучать артериальная гипертензия первой степени, а риск может быть уже и 4 даже, допустим. Может быть, артериальная гипертензия второй степени, а риск, допустим, 2. О чем это говорит? Степень артериальной гипертензии говорит об уровне повышения артериального давления. А степень риска говорит о том, насколько человек в течение ближайших, допустим, 10 лет может поиметь сердечно-сосудистую катастрофу. И чем выше цифра риска, тем выше у человека шанс получить инфаркт, инсульт, либо внезапную сердечную смерть. То есть нужно смотреть очень внимательно вот эту вот расшифровку диагноза. Да, но обычно это, конечно, говорит доктору о многом. То есть мы видим пациента с таким диагнозом. У нас, соответственно, складывается план профилактических мероприятий, не медикаментозных, и, конечно, уже медикаментозная коррекция. То есть если у человека на визите к доктору получил, допустим, цифровые значения артериального давления выше, чем 140 на 90, здесь мы можем задуматься о наличии у человека данного заболевания. Но прежде чем поставить диагноз, мы, естественно, исключаем симптоматические формы артериальной гипертензии, исключаем так называемую гипертензию белого халата. Ага, да. Есть момент, наверное, не только в ветках. Очень распространенное явление. И, конечно, есть такое понятие, как изолированная офисная артериальная гипертензия, но связанная именно с визитом к врачу, потому что в домашних условиях у человека давление становится нормальным. Ну и прежде чем, наверное, такой диагноз выставляется, ведется определенная... Это же не на одном приеме выставляется диагноз? Два приема, как минимум, да. Два приема, как минимум, по которым мы можем выставить такой диагноз. Ну и для того, чтобы, естественно, уточнить степень риска, мы опрашиваем пациента о факторах риска его. То есть это возраст, это пол, это наследственность, это курение, это наличие сахарного диабета. Потом мы пациента обследуем, то есть записываем кардиограммы, определяем уровень эхолестерина. То есть здесь мы исключаем поражение органов мишени, которые страдают при артериальной гипертензии, потому что могут быть терраслиератические процессы, может быть... О, так там серьезное обследование. Да, да, да. И самый завершенный такой этап – это возможность наличия ассоциированных клинических состояний, то есть это инфаркты, инсульты, ванамнези. Здесь уже, конечно, более жесткие подходы и к коррекции артериального давления, и к коррекции образа жизни. Наталья Владимировна, вот прошел пациент, вот это обследование и назначается ему лечение. То есть тоже строго индивидуальное в зависимости от типа, в зависимости от степени риска. И тоже про лечение, наверное, это отдельная программа, и очень такой индивидуальный вопрос. Каждому человеку назначается. Но есть такой момент. Пациент почувствовал себя хорошо. Через месяц, полтора, через недельку. Я прекрасно себя чувствую, солнышко светит, птички поют, у меня дача. И прекращает принимать препарат. Что здесь? Вот здесь вот может случиться катастрофа, потому что человек, страдающий гипертензией, он полечился, он привел свою более-менее сосудорегулирующую систему в норму. То есть препарат работает, препарат держит ему артериальное давление в нормальных пределах. Человек резко прекращает прием препарата. Препарат из организма элиминируется, его действия прекращаются, и патологические механизмы, которые запустили процесс, они никуда не исчезают. То есть вот этот порочный круг, он остается. Мы убираем корригирующий фактор, все возвращается на круги своя. И в данной ситуации как раз-таки случаются трагедии, когда на фоне резкого повышения давления случаются сердечно-засудистые катастрофы. Самые, которые грозные из них, это внезапная сердечная смерть, это инфаркт миокарда, фатальный либо не фатальный, либо мозговой инсульт. Очень серьезные, очень сложные такие прямо диагнозы, страшные, я бы даже сказала. И поэтому я говорю, что очень хочется, чтобы сейчас телезрители вас услышали. Если назначены лечением, будьте добры, пожалуйста, прислушивайтесь уже. Пройдя такое обследование, у вас выставлен диагноз, чтобы ни в коем случае такого не было, да? Да. Принимать уже нужно эти таблетки. Лечение артериальной гипертензии – это в первую очередь изменение образа жизни пациента, это изменение пациента к себе, отношение к себе. Естественно, это корректирующая медикаментозная терапия, которая продолжается на протяжении всей жизни пациента. Мы можем корректировать дозы, мы можем корректировать препараты, потому что, начиная лечить гипертензию человека, который впервые обратился, конечно, может быть, мы и дозы большие даем, может, мы даем и большое количество препаратов. Со временем мы… Потом это все индивидуально? Это все индивидуально корректируется, и пациенты идут у нас на оптимальной медикаментозной терапии, которая, собственно говоря, должна быть всю его оставшуюся жизнь. Ну и хочу упредить такой вопрос, потому что часто очень приходят пациенты и задают вопросы, вот вы нас лечите здесь, в Белоруссии, а вот как там лечат за границей, я хочу поехать за границу. Уважаемые друзья, во всем мире артериальную гипертензию лечат одинаково. Мы придержимся европейских рекомендаций, у нас есть свои национальные рекомендации, у нас есть свои национальные протоколы, которые соответствуют именно вот европейским мировым стандартам. Поэтому ничего нового здесь пока еще никто не изобрел. Везде лечат точно так же. Просто существуют особенности расовые в механизмах развития артериального давления. Вот в частности у афроамериканцев у них больше объемозависимый механизм развития артериальной гипертензии. Им чаще надо назначать, допустим, диуретики, мочегонные препараты. Но это уже особенности индивидуальные. Если доктор с вами работает, конечно, он тут берет препараты. Но те препараты, которые есть за границей, они те же есть и у нас. Спасибо огромное. Сейчас еще несколько полезных рекомендаций смотрим. В последние десятилетия все чаще и чаще гипертония стала появляться у людей на фоне повышенного веса. Каждый лишний килограмм повышает давление на 1 мм ртутного столба. Поэтому главная задача при гипертонии – это не только контроль артериального давления, но и в обязательном порядке приведение веса в норму. Для этого нужно меньше соли. Натрий удерживает воду в организме. Из-за этого увеличивается объем циркулирующей крови и, как следствие, давление. Если без соли пища кажется безвкусной, вспомните о лимонном соке, зелени петрушки, укропы или базилики, которые безопасно придадут продуктам новый вкусовой оттенок. Меньше крепкого черного и зеленого чая, кофе и, главное, алкоголя. Все эти продукты вызывают спазм кровеносных сосудов и увеличивают нагрузку на сердце. Больше овощей, а также перейдите на дробное питание 5-6 раз в день. А перед сном небольшой фрукт или стакан нежирного кефира. И не голодайте. Строгие диеты с резким ограничением каких-либо групп продуктов при гипертонии противопоказаны. Будьте здоровы! Наталья Владимировна, вот мы внимательно смотрим вместе с нашими телезрителями. И в течение вот этого фрагмента у вас была одна такая, что ли, заметочка. Да, я хотела бы прокомментировать первый сюжет о том лишнем весе. Здесь немножко звучит по-другому, потому что не у всех людей, страдающих лишним весом, имеются повышенные цифры артериального давления. Но у человека, имеющего и то, и другое, то есть лишний вес является фактором риска, снижение веса на 10 килограмм способствует снижению артериального давления на 10 единиц без медикаментозного лечения. Поэтому мы лицам с повышенным индексом массы тела всегда рекомендуем снижать вес. Даже звучит несколько иначе, тоже и позитивнее, и так вот, знаете, так солнечно. То есть минус и минус давление. То есть это как раз-таки для тех людей, которые не хотят, в кавычках выражения, травиться химией. Понятно. Наталья Владимировна, давайте мы, у нас время, к сожалению, ограничено, приходится об этом говорить и напоминать. Но есть же ведь определенное правило, как правильно измерять самостоятельно артериальное давление, потому что действительно мы должны за этим следить самостоятельно, а потом уже обращаться к доктору. Вот если можно немножко. Конечно, для самостоятельного измерения мы можем использовать любой тип тонометров. То есть это могут быть автоматические, полуавтоматические, либо обыкновенные аппараты с фониндоскопом. Значит, такие общие правила. Значит, измерять артериальное давление надо в спокойном состоянии, расслабленном, сидя на стуле, значит, уровень... Удобно, да? Да, на плечевой артерии мы измеряем, значит, артериальное давление, значит, рука должна находиться на уровне вот таком. Не важно левое, правое. Значит, разница между руками может существовать. Как правило, при первом измерении мы должны определить давление на обеих руках и в последующем измерять давление на той руке, на которой у нас показала выше. В норме эта разница может по разным источникам быть от 5 до 10-15 мм тутного столба. Это несущественная разница. Спокойное состояние. Если перед этим были какие-то физические нагрузки, какие-то эмоциональные нагрузки, надо успокоиться в течение 5-7 минут. Нежелательно измерять давление после употребления кофеинсодержащих напитков. Ну, нельзя скрещивать ноги, нельзя во время измерения давления разговаривать. Да, спокойное такое. То есть правил существует достаточно много. Если вас не устраивает, да и в принципе, при самостоятельном измерении артериального давления, мы должны повторить этот цикл 2-3 раза и взять среднюю цифру. Значит, перерыв между измерениями давления должен составлять где-то 5-10 минут. А, то есть именно так, не 5-10 минут, не в течение часа, а потом другого. Нет, нет, то есть мы берем, трехкратно измеряем давление с перерывом и можем взять среднее значение. Ну, очень важное правило, и я думаю, очень нужное. Наталья Владимировна, и еще давайте все-таки поговорим о образ жизни. Есть ли все-таки определенные ограничения у человека, который уже знает, что у него гипертензия? Тут уже немножко специально для этих людей скажем. Да, значит, по коррекции образа жизни, коррекции факторов риска любой человек может почитать литературу. В общем, хочу сказать, это лишний вес, мы уже об этом поговорили. Да, да, минус 10, это очень хорошо. Достаточно физическая активность, мы тоже об этом уже упомянули. Правильное питание с большим содержанием овощей и фруктов, не менее 400 грамм в сутки, об этом было уже сказано в сюжете. По ограничению поваренной соли тоже было сказано в сюжете. Я бы хотела остановиться на таких продуктах, кофеин содержащих. Это чай, кофе и, конечно, алкоголь. Потому что эксцессы алкогольные могут способствовать как и развитию внезапных гипертонических кризов, также они могут способствовать развитию других сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, алкогольной кардиомиопатии. То, что касается кофеин содержащих напитков... Крепких нельзя напитков, да? Чая, кофе имеется в виду. Понимаете, здесь чисто индивидуальная чувствительность – это первое. Второе, если даже человек, страдающий артериальной гипертензией, употребляет одну-две чашки кофе в день нормального, натурального, скажем так... Хорошо заваренного. Заваренного, сваренного, неважно. И у него не вызывает резких скачков давления, то он это себе может позволить. Но, опять-таки, ссылаюсь на то. Это мировые, скажем, источники. Но, опять-таки, всё строго индивидуально. Если вы знаете о своём повышенном давлении, старайтесь просто его не стимулировать. Спасибо вам огромное. И ещё один важный момент. Возьмите, пожалуйста, на заметку. Исследование, проведённое среди людей, которые ходят к врачам, а это всего 41%, показало, что только 22% из этих активных людей контролируют своё артериальное давление. Один человек из пяти. Немного цифр. Если бы давление у нас снижали не 22% гипертоников, а 100%, случаев инсультов у нас было бы на 37% меньше, инфарктов на 22% меньше, случаев сердечной недостаточности меньше на 46%. Всего-то и надо, только измерять давление, допить назначенные врачом таблетки. Будьте здоровы! Наталья Владимировна, огромное вам спасибо, что вы приняли участие в программе. То, что доктор прописал, действительно, поговорили на очень актуальную тему. Артериальное давление повышенное и очень полезные рекомендации, советы всем телезрителям дали. Спасибо огромное. Спасибо за приглашение. Уважаемые друзья, я хочу пожелать вам здоровья, чтобы вы следили за ним. Ваше родное, никому оно, кроме вас, не надо. Поэтому берегите себя, берегите своих близких, любите друг друга. Желаю вам всего самого хорошего. Ну и, пользуясь случаем, хочу поздравить своих коллег с наступающим профессиональным праздником и пожелать им, конечно, здоровья. До свидания. Дорогие друзья, берегите себя, берегите своих любимых, не болейте. Встретимся в следующей программе. То, что доктор прописал. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин